В этом году зима порадовала людей. В этом году зима была достаточно теплая и малоснежная. А вот для лесов такие условия хороши или не очень? Для нашего региона, конечно, не очень. Если речь идет о теплых регионах, такие как Краснодарский край, Крым. Где это привычно. Да, где и другой породный состав лесов, то, конечно, там да. У нас же нет. Это очень отрицательно сказывается на состоянии лесов, на состоянии лесного хозяйства вообще в целом. Потому что отсутствие того необходимого количества влаги, которое должно быть присутствовать после зимы, влечет за собой и уход грунтовых вод, и, соответственно, усыхание деревьев и так далее, каких-то ослабленных деревьев. К тому же, ну и, соответственно, пожарная обстановка накаляется в связи с этим тоже. А дождливая весна и, например, дождливое лето ситуацию могут выровнять? Дождливое лето, да, конечно, могут. Это послужит положительным результатом, положительным, скажем так, явлением для лесов. Но в данный момент, сейчас, конечно, это плоховато очень. В каком состоянии весну встречают наши леса? Много ли валежника, сухостоя? Валежника и сухостоя, конечно же, присутствуют. Потому что леса в Московской области, на самом деле, уже достаточно перестойные, переспелые. Но вот после эпидемии, скажем так, Граэда, нашествия, то, с чем мы боролись много-много лет. Победили. Можно констатировать. Да, констатировать можно, да, что на 99% мы его победили. 1% – это тот, который остается естественным образом в природе, он есть и существует всегда. Но после нашествия данного вредителя, очень большое количество лесов, конечно же, погибло. Вследствие чего пришлось проводить санитарные рубки, то есть вырубать этот погибший лес и, соответственно, сажать новый молодой. Потому что на сегодняшний день количество рубок у нас очень-очень ограничено. Очень маленький совсем объем. В противном случае посадка лесных культур, то есть посадка молодого леса, объемы очень-очень возросли по сравнению с предыдущими годами, скажем так. То есть каждый год у нас все больше-больше идет упор именно на лесовосстановление. А вот отношение человека к лесу стало более ответственным? Вот с этой точки зрения, как состояние леса? Загрязняют, мусорят. Загрязняют, мусорят. И очень сильно, если говорить о тех людях, кто живет в Московской области, у кого непосредственно дома, дачные поселки, деревни наши, какие-то населенные пункты, граничат с лесным фондом, то есть с лесами. Они, конечно, относятся к этому достаточно ответственно и с пониманием. И в отличие от, скажем так, не совсем ответственных граждан. Любителей отдохнуть на природе, которые приезжают. Даже не сколько любителей отдохнуть, а сколько тех, кто занимается, например, вывозом мусора на сегодняшний день. Это очень большая больная тема, бич вообще на сегодняшний день, так как свал мусора в леса происходит просто практически ежедневно, повсеместно. Лесничеством принимаются большие в этом направлении мира, то есть патрулирование лесов лесничими и их помощниками. Чтобы не допустить такой ситуации, выявлять, если это есть, ну, соответственно, убирать где-то небольшие свалки, где возможно убрать собственными силами, то лесничие принимают такие меры и убирают собственными силами просто вот за такими нерадивыми гражданами. Сергей Викторович, а насколько сложно выявить вот тех самых людей, которые сваливают мусор в лесу? И каким образом вы это делаете? Это правоохранительные органы привлекаются? Выявить можно только лишь тем образом, если поймать на месте преступления. Другого способа нет. Да, в полицию можно написать, но полиция, скажем так, да, составит протокол, да, приедет, да, зафиксирует факт дальше. В лесу же не стоит на каждом столбе камера, скажем так. Это невозможно. Да, это просто технически на сегодняшний день невозможно. Поэтому вызов полиции, по сути, ничего не дает не из-за того, что они плохо работают, это из-за того, что просто нет материала, с которым они могут работать. Поэтому единственный способ – это лишь выявление на месте преступления. Все, что потом, то есть машина сбросила, а это происходит, как правило, в ночной, или это бы там в ранее утренние часы, когда народ в основном еще на работу не передвинулся, еще отдыхают, то это происходит вот в такие часы. То есть утром лесничий едет на обход и обнаруживает там или еще в каком-то ином месте свал мусора. А причины экономят? Ну, мы, конечно, не занимаемся. У тебя, кому удалось выявить, что говорят. Мы не занимаемся тем, что мы вывозим мусор, поэтому мы не знаем, экономят они или нет. Но вы правы, да, в наше предположение, скорее всего, да. Потому что за вывоз, за принятие бытовых отходов, твердых коммунальных отходов, за принятие их на полигон, либо перемещение куда-то там, на какую-то переработку, требует достаточных средств. И гораздо дешевле не платить за все это, а просто получить непосредственно того заказчика, кто просит вывезти или кому оказывать данную услугу, какие-то средства. И больше никому ничего не платив, просто выгрузив это куда-то в лес, вдоль дороги. Это не только в лесном хозяйстве. Я думаю, что это проблема и в лесном хозяйстве, в сельском хозяйстве. Потому что там, где в лес-то еще сложнее где-то заехать. Деревья мешают. Да, деревья мешают. Но дают определенный момент для них, то, что их не видно практически, в поле видно далеко. Но, тем не менее, это видно и в полях, и вдоль дорог. Очень много мусора на сегодняшний день. Это большая проблема. Люди, к сожалению, вредят лесу не только вываливая мусор, но еще и сжигая траву. Я так понимаю, что весна только началась, по сути, еще где-то середина. А несколько крупных происшествий уже случились. Расскажите поподробнее, пожалуйста. Ну, было у нас уже, да, непосредственно возгорание в лесном фонде. А именно, это горели лесные культуры. Это в Одинцовском районе у нас в трех местах. Первое место – это на границе с Кокошкино, то есть на Рафаиминском. Там Новая Москва, на Рафаиминский район. Там сгорело почти что 10 гектар молодого леса. Этот лес был посажен в 2014 году. Были посадки молодых культур сосны. В общем-то, пожар возник в вечерние часы. Уже когда у нас еще не было введено даже пожароопасного периода на тот момент. Но в вечерние часы, в общем, достаточно быстро саккумулировали все силы. Вызвали людей, лесничие приехали на помощь. И, в общем-то, через 20 минут уже на месте были лесничие. И от центра лесхоза приехал экипаж, два экипажа на пожарной машине. То есть, ну, также МЧС помогли нам. Они выделили туда несколько единиц техники. В общем, остановили уже практически в темноте. Остановили горение, потушили. Но, как бы, культуры погибли, уничтожены. Теперь нужно их заменять. А причин удалось установить? Что случилось? 99,99% это человеческий фактор. Это 100%. Потому что, опять же, первый ваш вопрос, как сказывается малоснежная зима. То есть, мало влаги на сегодняшний день. Погода еще не установилась слишком достаточно теплая. То есть, теплых дней у нас было не так много. То есть, там были как-то выходные, в которые было очень тепло. И, кстати, было очень много отдыхающих в лесах. Сам лично присутствовал на патрулировании. Сам лично ездил с экипажем. Разъяснял гражданам, что как нужно себя вести в лесу. Чего нельзя делать, чего можно. И также объясняли, что в связи с самоизоляцией, что все-таки нужно посидеть бы дома. То есть, и этот момент обсуждали. Кстати, вот за тот период, за вот этот день конкретный, о котором я сейчас говорю, то есть, достаточно много проехали, увидели людей в лесах. Но везде компании были достаточно адекватные. Потому что бывает, что и не совсем адекватные, когда приходится и полицию вызывать. Здесь было все адекватные, все воспринимали положительно. То есть, тем не менее, людей было много. То есть, сейчас людей вроде бы в лесах мало. Но проезжающие мимо машины, скажем так, выбросив окурок, этот окурок может упасть на обочину дороги, загореться сухая трава. Опять же, то, что достаточно малоснежная. То есть, трава сухая, погодные условия не позволяют, чтобы новая травяная растительность уже зашла. То есть, ночью прохладно, вода вся вымерзает. То есть, это создает большую такую горимую обстановку. Такое стечение обстоятельств. Да, стечение обстоятельств, которое дает возможность распространения вот этих палов. Но то, что эти палы – это следствие человеческого фактора, это однозначно. А как вообще лес защищен от пожара? Должны быть полосы, правильно, специально? Вот что еще, какие средства? И про полосы, пожалуйста, расскажите поподробнее. И про то, как вообще лес защищен? Ну, существует ряд противопожарных мероприятий на территории лесного фонда, которые выполняются непосредственно нашим филиалом, нашей организацией в целом по Московской области. Это и устройство нерализованных полос, и прочистка и обновление тех полос, которые были проложены в прошлом году. То есть, у нас есть два вида мероприятия. Это прокладка новых устройств и прочистка уже существующих. Так как осенью могла зарасти трава, и чтобы не было переброски в случае пала огня, то есть, проходит заново и пропахивает. Также это и прочистка просек, которые позволяют передвижению лесопожарной техники к каким-то необходимым участкам. Это устройство противопожарных дорог. То есть, там, где возможны какие-либо возгорания, там, где сконцентрированы большие площади лесных культур, посаженных в предыдущие года, лесничеством намечается определенный план мероприятий, в который входят, в том числе и противопожарные дороги. Предыдущим годом планируется это мероприятие, чтобы была возможность подъезда пожарной техники с разных точек. То есть, можно подъехать по одной стороне, но чтобы где-то там не плутать, можно еще проехать. Поэтому прогладывается дополнительно пожарная дорога. И, соответственно, это информационная составляющая, это установка аншлагов, в которых несет информацию не разжигай, не разводи огня в лесу и так далее, с обязательным телефоном, это служба 112, в случае возникновения, в случае угрозы какой-либо, чтобы люди могли позвонить. Это информационные большие панно размером 6 на 3, то есть, билборды так называемые. И, соответственно, места отдыха, которые устанавливаются вдоль дорог, это для проезжающих машин, чтобы они могли остановиться, возможно, перекусить у дороги, не в машине, а, скажем так, на свежем воздухе. На каждом месте отдыха устанавливается обязательно, делается два места. Одно для сбора мусора, чтобы люди могли за собой мусор сложить. Мы в течение всего пожароопасного периода этот мусор собираем и утилизируем. И место для разжигания костра, потому что, возможно, что это может быть вечер, возможно, может быть прохладно, чтобы огонь не распространился куда-то за территорию данного места отдыха. Место отдыха окапывается, делается так называемая минерализованная полоса, и специальное место для розжига костра, так называемое кострище. То есть, вот основные мероприятия, которые применяются у нас в лесном хозяйстве для сохранения леса и для борьбы с пожарами. Сергей Викторович, а лесничество готово к чрезвычайным ситуациям? Достаточно ли техники, людей? По тому, скажем так, по той горимости, которая присутствует в нашем районе, вполне достаточно. На сегодняшний день у нас здесь лесопожарная станция первого типа Голицына. У нас недавно произошло переименование. Было ПХС, пожарная химическая станция, а теперь называется ЛПС. Лесопожарная станция. Привели в соответствие, так скажем, данное название. По тому положению, которое требует определенное количество людей, техники и необходимого оборудования, лесопожарная станция Голицына оборудована в полном объеме, даже, скажем так, немного больше, чем должно быть. То есть, на сегодняшний день у нас 4 пожарных машины, плюс 6 автомашин лесопатрульного направления, которые имеют возможность повышенной проходимости, возможность перемещения с собой помп, неких объемов воды, там до одного куба. И возможности тушения небольших травяных палов, небольших травяных пожаров, лесных пожаров, там, где идут низовые пожары и так далее. Но очень эффективные, потому что даже сейчас при тушении лесных пожаров, что у нас были, Хлюпинское лесничество, Пионерское лесничество, Коралловское лесничество, вот три пожара у нас было. Везде применялись данные лесопатрульные комплексы. Они проходимы, они имеют малый запас воды, но достаточно эффективный, потому что именно подвоз воды для ранцевых огнетушителей – это тоже важная часть при тушении. Приближается май, а май уже для многих жителей не только Одинцовского округа, но и Восковской области – это акция «Лес Победы». В этом году, я так понимаю, что, скорее всего, она не состоится. Вопрос понятен, тема больная, больная для нас, потому что, конечно, да, и мы, и граждане уже привыкли к таким акциям. Мы часто и здесь у вас были, сколько раз об этом рассказывали. То есть на сегодняшний день это уже определенный такой, как праздник складывается. Для многих семейной традиции мы снимали. Да, уже складывается как в праздничную семейную традицию. Поэтому, да, очень обидно, но что поделать. На сегодняшний день эпидемиологическая обстановка не позволяет нам этого сделать. Но акция, она как бы не отменена. Она пройдет немного в другом формате. Она будет в таком ключе, что будут сажаться деревья в небольших количествах, небольшими группами, скажем так, в муниципалитетах, у памятников погибшим воинам Великой Отечественной войны, в каких-то скверах, у домов и так далее. То есть, вот все равно эта акция будет немного не в том формате, да. Не в таком масштабном, да, как все это было последние года. Но, тем не менее, она несет все-таки в себе вот тот патриотический заряд, ту патриотическую энергию, которую дает нашим гражданам. Поэтому отменять ее ни в коем случае нельзя. Вся дальнейшая информация будет на сайте комитета лесного хозяйства, будет в самое ближайшее время выставлена, будут указаны те точки, площадки, где это будет возможно сделать гражданам, если кому-то это будет позволено в сегодняшней обстановке. Сергей Викторович, сейчас в Подмосковье действует особый противопожарный режим. Для центра лесхоза это что значит? Для лесничества о чем это? Для нас это значит, что мы должны быть во всеоружии, мы должны быть на боевом посту, должны быть готовы. Также применяются дополнительные меры. Это усиление лесопожарных бригад, это рассредоточение лесопожарной техники, особенно на выходные дни, когда все-таки, ну, сейчас понятно, что у многих вообще выходные дни получаются, складываются. Но, тем не менее, вот предыдущие выходные все, и две недели назад, когда была очень теплая погода, то есть мы рассредотачивали пожарную технику по тем местам, где возможно большое скопление граждан, отдыхающих, а также для того, чтобы выезд техники при необходимости был достаточно удобен и более оперативно можно было бы выехать на место там возгорания, либо какого-то неподтвержденного возгорания, потому что бывает и такое, когда граждане звонят в службу 112, сообщают о том, что они видят, здесь горят деревья, здесь все горит, все это, мы выезжаем, по факту там горело полкуста, да, загорелась трава, но, тем не менее, отрабатывать приходится, и не только нам, это и приезжают и сотрудники МЧС, наши пожарные местные, поэтому приходится, но... Люди не безразличны, это, в общем-то, радует. Да, не всегда это лесной фонд, иногда мы приезжаем, это не относится к нашим землям, но, тем не менее, приходится где-то стоять, охранять, отбивать огонь, чтобы он не перешел в лесной фонд и так далее, если есть угроза перехода огня в лесной фонд. До начала мая в Московской области действует режим самоизоляции, но надеемся, что он закончится, и люди потихоньку начнут выходить из своих домов, если ситуация позволит. И мне кажется, будет не лишним напомнить правила поведения в лесу, потому что и сейчас многие уверены, на детскую площадку нельзя, а в лес сходить погулять можно. Как нужно себя вести, чтобы не навредить лесу? Это не оставлять мусор в лесу, это первое. Точнее, это второе. Первое – это не разводить костер, скажем так, открыто не разводить открытого огня. В лес у нас выходит в основном, чтобы отдохнуть и пожарить что-то там, шашлыки, какие-то там сосиски, может быть, какую-то колбасную продукцию. Ну, то есть, все требует разведения огня. На сегодняшний день это позволяет, у нас в каждом магазине сейчас продаются эти мангалы, которые позволяют не разводить на земле какого-то открытого огня, а достаточно развести угли. Это меньше, скажем так, возможно причинен ущерб природе. Поэтому это разведение огня очень аккуратное. Даже если в мангале разводится, все равно рядом должна стоять канистра с водой. Пускай это будет 5 литров бутылка с водой, но тем не должно стоять. Потому что небольшой уголек может упасть, может загореться сухая трава, и пойдет огонь, и люди просто могут вовремя не среагировать, дети могут испугаться, огонь может уйти, выйти из-под контроля, то есть, и приведет, скажем так, к определенной беде. Ну, и, соответственно, за собой, да, убирать территорию, то есть, не оставлять мусора, не оставлять даже тот же самый мангал, который на сегодняшний день в лесах у нас этих мангалов уже, наверное, больше, чем в магазинах. Это точно. Да, можно в лес ехать, и даже мангал не покупать. Можно найти сразу 5-7 штук. Причем особенно и стараться-то не нужно. Они на каждом шагу встречаются. Недавно были в лесу, снимали сюжет об уборке, в общем-то пару мангалов убрали. Да, ну, и, конечно же, вот хотел бы отметить, что когда граждане идут все-таки в лес, где-то на, около лесной такой территории, отдыхать на природу вообще в целом, не нужно забывать, конечно, о том, о средствах индивидуальной защиты. То есть, это я отношу к тому, что в лесу есть определенные насекомые, то есть, я говорю о клещах, которые на сегодняшний день в связи с погодными условиями, они проснулись немножко раньше обычного. Поэтому обязательно одевать одежду, которая на конечностях, то есть, на руках, на ногах, есть уплотнения, которые плотно прижимаются к ноге и к руке, чтобы клещ не мог заползти. Также осматривать себя, осмотреть. Одежда желательно, чтобы была светлого вида, потому что на светлом, на цветном очень хорошо видно. Потому что, если одеть, скажем так, защитного цвета, военные, вот есть камуфляжные какие-то там костюмы, на них не так хорошо видно клеща. Поэтому, если ярче оделись, то даже лучше. На красном, на синим, на голубом, на это очень хорошо видно. И, соответственно, после того, когда приехали домой, обязательно осмотреть себя на предмет, никуда ли не заполз, потому что... Береженого Бога береженого. Да, согласен. Спасибо большое, Сергей Викторович, что пришли к нам сегодня в студию. Спасибо всем, кто провел свое свободное время вместе с нами. Берегите, пожалуйста, лес. И не забывайте, что до конца апреля, пока вот так, мы должны находиться в самоизоляции. Те, у кого есть такая возможность, те, кто не ходит сейчас на работу, поэтому, пожалуйста, оставайтесь дома. А в лесу мы с вами нагуляться еще обязательно успеем. Берегите себя. Всего доброго. До новых встреч на ОТВ. Пока.